Хочу повториться. Твои реакции, твои мысли и твоя позиция очень поддержали в начале войны, дали понять, что не все потеряно. Просто очень хотелось сказать спасибо за то, что ты есть. Просто не передать, как много я получил сообщений, комментариев, всего чего-то угодно от людей из Украины. И все они содержали примерно вот это. То, что... Да и из России на самом деле. То, что в начале войны людям помогали стримы, чтобы отвлечься. И знаете... Такую сентиментальную вещь скажу. Меня многие критикуют, многие предъявляют мне в претензию это то, что я делю людей по политическим взглядам. На самом деле нет. Я делю людей по их выбору, потому что поддерживать или осуждать захватническую войну, это не политические взгляды. Это вопрос, человек ты или нет просто. Это вопрос, способен ли ты на какую-то эмпатию или нет. Есть ли у тебя хотя бы зайчаточный какой-то эмоциональный интеллект или нет. Это уже не политические взгляды. Но я судил и буду судить людей, потому что они делали вот последние 200 с чем-то дней с начала войны. Потому что человек характеризует выбор. И думаю, что даже когда война закончится, я буду свое мнение о людях начинать строить с того, где человек был и что он делал, когда началась война. Какой выбор он сделал? Потому что это идеально, точно характеризует личность. Кто перед тобой? Что это за человек? Попути ли мне с ним? Готов ли я с ним какие-то совместные дела делать? Готов ли я с ним вообще общаться? И... Ну, я в каком-то плане горжусь собой. В плане того, как я отреагировал на начало войны. И я считаю, что я много правильного и много полезного сделал. Когда началась война, я где-то час спустя понял, что я должен делать. Я сделал этот выбор. И я его дальше придерживался. Я должен помогать людям чувствовать, что они не одни. Я должен помогать вот тем людям, которые чувствуют то же самое, что и я. Что они не одни. Собирать этих людей, чтобы они видели друг друга, чтобы они общались друг с другом в чате, чтобы они видели меня. Чтобы они видели человека, который выступает против. У которого очень четкая, очень однозначная позиция. Меня война поменяла, конечно. Я раньше очень часто использовал вот эту вот конструкцию, что... Ну, все не черно-белое, все не так однозначно. Вот, наверное, эта война, это тот пример, когда все абсолютно однозначно. Вот она абсолютно черно-белое. И дальше вопрос, какой выбор ты делаешь. На чьей ты стороне. И я... Поймите меня правильно. Я гражданин России. Я жил в России. У меня была карьера в России. У меня были хорошие деньги в России. Это моя страна. Это... Ну, как бы это все то, что меня вырастило, сделало меня тем, кем я являюсь. То есть, я сделал выбор нисколько в пользу Украины. Хотя, ну, по факту, да. Я... Для меня это был выбор... Как бы... Для меня не было выбора. Я не сидел, не выбирал. Такой, это выиграть или это? Просто я понял, что если я вот так не сделаю, то я сам себя человеком больше считать не буду. Я просто себя уважать перестану. Вот у меня сын родился за месяц до начала войны, за полтора месяца. Ну, совсем крохот. Он не разговаривает еще. Но он вырастет. И... Ну, вот он меня спросит. Пап, когда война началась, что было, что ты делал? У меня сейчас есть, что ему ответить. И мне сейчас перед ним не стыдно будет за это. А если бы я как-то по-другому себя повел, мне бы пришлось прятать глаза и... Как-то уходить от ответа на этот вопрос. Да, этот вопрос не только сын тебе задаст. Раз ты самого себя будешь задавать постоянно. Вот. Поэтому это был выбор без выбора. Хочешь ты оставаться человеком или нет. И... Моя страна... Сошла с ума. Я ничего не могу помочь. Я могу только вот отдельных людей брать. Их объединять каким-то образом. Их вот так вот под крыло убрать. Говорить, ребят, спокойно. Типа, как минимум я с вами. Вы не одни. Вот, посмотрите, вокруг еще куча людей, которые чувствуют то же самое, что и мы. Которые адекватные. Которые не согласны с происходящим пиздецом. И... Я увидел в этом свое место. Я эту работу делал так, как я мог. Изо всех сил. У меня вообще ни на что больше сил не было. Я спал, читал новости. Иногда ел. И... Объединял аудиторию. Все. Мир рухнул абсолютно. Меня сейчас во многом, вот с точки зрения депрессивности, все вот это, вот меня сейчас догоняет все то, что я, знаете, как мусор под ковер заметают. Вот я все прятал на задворке сознания. Все проблемы. Я их не решал. Я их просто откладывал куда-нибудь, потому что это сейчас не важно. Это сейчас не важно. Сейчас не до этого. Вот сейчас меня, наверное, вот это вот все догоняет в том числе. Субтитры сделал DimaTorzok